Первый боевой вылет, экипировка по сигналу, лётная куртка, гермошлем и до самолёта бегом. Впереди новобранцы авиаполка. Старшие офицеры сегодня на месте штурманов. На всякий случай. Вчерашним выпускникам лётного училища, молодым лейтенантам доверили штурвалы от нового стремителя Су-30СМ. Это машина лучшего в своём классе. Он относится к поколению 4+, и оснащён двигателем с управляемым вектором тяги. Оторвавшись от земли, Су-30СМ стремительно набирает высоту. Этот сверхманёвренный истребитель способен разогнаться до сверхзвуковой скорости и без включения форсажа. Правда, лётчик в этот момент испытывает сильные перегрузки. Но это тоже тест на профпригодность. Нелегко, но задаток положен. И если у человека есть стремление, мы сделаем всё, чтобы он её освоил. Глаза горят, самое главное, летать хотят. Командиру больше ничего не надо. В лётном училище курсанты поднимались в воздух на летающих партах. Чешских Л-39 и Яках-130. Прежде чем доверить вчерашним выпускникам самолёт стоимостью в полтора миллиарда рублей, инструкторы заставили их вызубрить устройство и функциональность 30-ки. А потом на этих симуляторах они отрабатывали до автоматизма взлёт и посадку, действия в непредвиденных ситуациях и боевое применение по цели на земле и воздухе. Здесь реализовано применение всех авиационных средств поражения, предусмотренные руководством полётной эксплуатации данного типа. Максим Борисов, один из лучших выпускников Краснодарского училища, закончил золотой медалью. Сам попросился в истребительную авиацию. Сегодня он сдаёт квалификационный экзамен. Теорию он знает о совершенстве. Осталось набраться опыта. Самодисциплина, самоконтроль и самотребовательность. То есть нужно уметь требовать от себя самого, выполнить всё чётко. То есть даже если за тобой не сидит инструктор в задней кабине, ты всё равно пытаешься выполнить полёт идеально, чтобы скорости, высоты, все параметры были соблюдены. С погодой молодым лётчикам повезло. Хотя для Су-30СМ и снег, и дождь не помеха. Он может летать и при ярком солнце в камешной тьме. Все эти режимы предстоит изучить на практике новобранцам. Ведь полк несёт круглосуточное дежурство, контролируя воздушное пространство в приграничной зоне.